Всем привет! Это проект Неизвестные Ножеделы. Второй сезон. И в этот раз мы покажем вам, как и кем создаются ножи в разных уголках нашей страны. А если вы ножедел, и о вас пока мало еще кто знает, снимайте видео о себе, своих ножах, о своей мастерской. Присылайте материал на нашу почту и станьте известным огромной аудиторией Бирлоги. Мы ждем вас! Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! С вами «Нож для жизни». Меня зовут Павел Пучков. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Бирлоги за предоставленную возможность. Ножами, в общем-то, я болею с детства. Еще до школы, помню, у меня на рыбалке или за грибами всегда на кармане был складничок. Помните, вот эти советские небольшие синие и зелененькие складнички? Первая попытка сделать нож самостоятельно была лет в 13-14, наверное. Тогда я пытался сделать из мех пилы. Не было у меня ни болгарки, ни наждака, в общем, ничего. И распиливал я это полотно обычной ножовкой по металлу. Не помню, сколько ушло у меня полотен, но я его распилил. Очень, кстати, увлекательное занятие. Затачивал на обычных камнях, напильниками. Ну, о какой-то нормальной заточке там речи и не шло. Это больше было похоже на зубило. Но, тем не менее, я этот нож всегда таскал на рыбалку. Доволен был как слон, хотя он нифига не резал. К сожалению, данный нож не сохранился. Я бы вам его с удовольствием показал бы. Ну, и, наверное, переделал бы во что-то более похожее на нож. Потом был долгий перерыв. И лет пять, наверное, назад попалось мне видео с якутскими ножами. Я начал смотреть. Далее, после просмотра роликов Андрея Нечаева, меня прям совсем замкнуло. Я захотел себе кованый нож. Первая ковка была в обычном мангале, чтобы хоть как-то создать там жар. Обычный напольный вентилятор я направлял на мангал. Вместо наковальни была кувалда прикреплена к пеньку. Ну, и, собственно, с этого я начал. Потом я себе собрал угольный горн с боковым поддувом. Сейчас работаю на газовом горне. Это больше как хобби. Занимаюсь только в свободное время. И, ну, чисто для души. Есть, конечно, желание огромное превратить это во что-то большее. Надеюсь, все получится. Так, сейчас посмотрим мастерскую. Мастерская у меня небольшая. Инструмента не так много. Но, тем не менее, что-то получается делать. Появилась она у меня в начале этого года. Ну, и потихонечку оборудую по мере возможности. Так, в общем, сейчас посмотрим мастерскую и потом покажу свои работы. Здесь у меня находится, скажем так, универсальный стол. Здесь там и склейка, и чайку-кофейку погонять. В общем, для различных работ. Сердце моей мастерской наковальна. Мне ее приходилось восстанавливать. Так, здесь вот клещики. Вот эти у меня вот ходовые, самодельные. Вот эти тоже частенько ими пользуюсь. Ну, практически всегда. Здесь находится муфельная печь. Собирал ее тоже сам. Там закалочные емкости. Газовый горн. Это на этой рельсе я ковал до того, как у меня появилась наковальня. Ну, стойка была, естественно, другая. Сейчас так различную мелочевку делаю. Баллончик. Это то, что осталось от моего первого самодельного гриндера. Работать, конечно, на нем было ужасно. Но, тем не менее, он заработал мне на этот гриндер. Это, конечно, тоже не фонтан. Но работать, конечно, уже как-то можно на нем делать хоть что-то. Мечтаю, конечно, о профе КМТ. Надеюсь, когда-нибудь моя мечта осуществится. Такая приспособа для спусков. Тоже самодельная. Тисочки. Такой сверлильный франкенштейн. Сделанный из металлолома. Частотничек. Это полировалочка у меня такая. Ну, и там всякая мелочевка. Кстати, вот есть такой, так называемый, педальный конь. Ой, не педальный конь. Педальный пони или шлеп нога. Или ножной молот. Сделал. Ну, практически я им, в общем-то, не пользуюсь. Там еще у меня подсобочка. Это у меня висит шпаргалочка. В общем-то, вот и вся моя мастерская. Конечно, много еще чего сюда нужно. Инструменты, оборудование. Но потихонечку, я думаю, все должно появиться. Там вот ленточки висят. Так, ну, думаю, пора перейти непосредственно к ножам. Ножи я делаю в основном якутского типа. По якутским мотивам. И по мотивам манси, скажем так. Парочку готовых ножей. Это стандартные мои ножны, которые я обычно делаю. Раньше начинал я, в общем-то, как и многие, с рессор, напильников, подшипников. Сейчас перешел на 95Х-18 и Х-12МФ. В общем-то, вот такие ножички. На этих ножнах сделал двойной подвес. Ну, скажем так, эксперименты наши все. Вот такого плана ножичек. Так, ну, еще вот пару. Пока еще без домиков. Делаю с прямыми спусками. С линзой мне как-то не зашло. Вот еще есть 95-ки ножичек. В конце ролика добавлю еще фотографии, потому что это делаю еще с деревянными ножнами. Кстати, вот это мой личный нож. Это одни из первых деревянных ножен. В общем-то, тут я поэкспериментировать решил. Подвес на пояс. Свободный подвес. На ремень за спину можно. Этот нож сделан из рессора бортового лазика. Ну, в принципе, меня он устраивает. Пользуюсь им при вырезании ножен. Ну, я думаю, в общем-то, все я, как бы, что хотел рассказал. Не знаю, может быть, побольше нужно было что-то. Ну, как получилось. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Очень будет интересно почитать в комментариях, что вы думаете о моих ножах. Прям очень интересно. В общем, всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok